Хочешь, чтобы следующая серия вышла быстрее? Поставь лайк и напиши комментарий под этим роликом. Это полузащитники. И здесь аж три игрока нашей команды. Это Кимих, это Бруно Фернандеш и Казимира. Ну и также Биллингем из Мадридского Реала. У нас сегодня серия стартует матчем четверть финала Карабао Кап против Лиц Юнайтед. Мы в прошлой серии с ними играли в чемпионате. И довольно такой непростой коллектив. Хоть они и остались в меньшинстве уже в самом начале встречи, но все равно бились, старались, искали моменты. И у нас, к сожалению, Мартинес получил трапму. Давайте посмотрим на их стартовый состав. Вот так вот он выглядит. Тоже не без усталости. И, как мы видим, у них все-таки удаленный игрок сегодня не будет принимать участие, поскольку в кубках карточки чемпионата тоже, как я понял, распространяются. Ну а вот состав нашей команды. Сегодня Насю и Деликт выходят с первых минут. Вы усаживайтесь поудобнее, наливайте себе чаек, берите печеньки, вкусняшки, прижимайте лайк, подписывайтесь на канал, залетайте в наш телеграм-посылки в закрепленном комментарии. Там как раз в телеге есть ролик по настройкам бегунков для усложнения карьеры. Ну а также в закрепленном комментарии есть ссылка на мой второй канал с прохождениями в названии Фандом Лига. Там у нас исключительно сюжетные игры. Всем буду рад, ребят. Ну а мы начинаем. Ну и уже сегодня в серии у нас откроется трансферное окно, но, скорее всего, сегодня покупок не будет. Если кого-то и будем приобретать, то уже в следующей серии. Ну а вы как раз можете накидать своих предложений по тому, кого бы вы хотели увидеть в команде. Но опять-таки многие предлагают просто, вот знаете, покупка ради покупки, чтобы было. И частенько складываются такие ощущения, что люди даже не смотрят карьеру, вот им лишь бы ткнуть кого-то, кого бы они хотели увидеть. И без разницы, кто как играет из других ребят. Многие говорят, вот Хойланды надо поменять. Ребят, Хойланд сейчас лучший бомбардир лиги. И во втором сезоне он реально раскрылся, ну просто на 100%. Да, может быть в Лиге Чемпионов он забивает немного. Он потому что чаще всего на этих матчах восстанавливается. Но зато в чемпионате этот парень показывает себя очень здорово. И вот сейчас как раз подача Хойланд. И первый момент. Вандервурд. Мы хорошо его помним по нашим карьерам. Классный пас здесь на Фримпонга. Фримпонг навешивает на дальнюю штангу на Маркуса Рэшфорда. Но до Рэшфорда толком мяч не дошел. И Вирц уже пытается встретить соперника. И получилось. Мяч сохранили. Бруно Фернандеш. А вот здесь далековато. Чуть-чуть отпустил мяч. Но примерно так же складывается ситуация, как и в чемпионате. Мы с первых минут поддавливаем соперника. Не даем им особо развернуться. Разгуляться. И они пока больше играют на отбой. Но, ребята, нужно быть очень внимательными. И какая передача, ребята. И вот он гол. Вот о чем я вам и говорил. 1-0. Эти парни найдут свой момент. А мы, к сожалению, его проморгали. Лидс Юнайтед выходит вперед. И тоже здорово разыграли. Смотрите, вот здесь какая скрытая передача между двух. И у Ананы шансов нет. 1-0. Прошла передача на Малин. На Малин. Полетел в штрафную. А вот и Хойлунд, ребята. Вот и Хойлунд буквально в следующей атаке каким-то... Не совсем понятным ударом. Каким-то черпаком. Он закидывает мяч. Неудобно ему было бить. Он как будто, знаете, чуть-чуть. Чуть-чуть опередил мяч. И в итоге ему пришлось вот так вот подсогнуться. Но с правой ноги он огорчает голкипера Лидс Юнайтед. Мы выходим снова на равный счет. Хойлунд. Взял игру на себя Хойлунд. И хотел. Хотел закинуть уже второй. Здесь все, видимо, ждали, что Хойлунд начнет разыгрывать. А он тараном полетел в атаку. И еще одно переправление. Но голкипер Лидс Юнайтед дотягивается до мяча. У нас угловой 28-я минута. Ребята, довольно неплохо наша команда сейчас атакует. Бруно Фернандеш. Подача. Малин. Матиас Деликт не попал в створ. Попади в угол. Это был бы гол. Там уже не было шансов у голкипера. Еще один удар из штанга, ребята. У нас есть еще время в первом тайме. И здесь как-то оставили Бруно Фернандеша на фланге совершенно одного. Бруно. Сил немного. Но пытается. Пытается сейчас раскрутить соперника. Маркус Решвард. Хойлунд. И вот отсюда в дальний. А мяч свалился чуть-чуть. И полетел в ближний. Но Вандервурд смог сначала мяч отбить, а после забрать в руки. Концовка первого тайма. Лидс Юнайтед снова в новой атаке от Фримпонга. Ушли. Пас в центр. А Нана нужно забрать мяч в руки. Хорошо. Хоть мы и больше создавали моментов, но стоит отдать должное Лидс Юнайтед. Каждый их подход к нашим воротам вызывал большую опасность. Хорошая передача сейчас направо на Малина. Малин против двух игроков Лидс Юнайтед. И хороший пас на Бруно Фернандеша. Бруно нужно решать. И Бруно, ребята, решает. 2-1. 58-я минута. И здесь все разыграно было здорово. Малин разобрался с соперниками. Выкатил Бруно Фернандеша. Ну а тот, в свою очередь, аккуратно разбирается с вратарем. И у нас Эриксон как раз выходит вместо Бруно Фернандеша. Остается играть еще полчаса. Хорошая передача на Рэшфорд. Рэшфорд надо засылать вдаль. Он бьет ближний довольно сильно. Но Вандервуд снова справляется. Неплохо Лидс разыграл. Казимира чуть нарушал правила, чтобы сдержать оппонента. Но в итоге мы смогли отбиться. И Казимира. Забросик классный на Рэшфорда. Рэшфорд мяч принимает. Катит в центр. Удар Малина. Его накрыли. И на отбой. Хойлон здорово скидывает на Рэшфорда. И здесь была рука. Но она была у Рэшфорда. Лидс Юнайтед продолжает свою атаку. Маласи. Дал сделать подачу. А на она. Это было, ребята, неприятно. Ну и в итоге у нас сейчас пойдут замены. Там аж футболисты. Лидс Юнайтед падают на газон. Видимо уже от усталости. У нас появляется Гарначо. У нас выходит Антони. Выходит Беван. Вместо Вирца. Вместо ребята Хойлунда. И вместо Малина. И здорово сейчас Фримпонг. Навязывает борьбу. Несется вперед на хорошем рывке. Пас на Бевана. Беван. Ну вот здесь. И пас слишком долгий. И Беван чуть-чуть как-то не вошел пока в игру. Чтобы вот такие реализовывать. Но от этого интересней. От этого, ребята, и интересней взращивать вот таких вот игроков. Из своей академии. Которые с трудом пробиваются в состав. Получают игровое время. Ну и мы, ребята, проходим в полуфинал. Карабао Кап. Обыгрываем Лидс 2-1. Ну, мне игра понравилась. Такая. Всегда в напряжении держала. И хоть мы больше атаковали. Были моменты, когда казалось, что вот-вот и Лидс снова сравняет. Из трех других матчей сыграли только лишь один. Тоттенхэм разгромил Ливерпуль со счетом 3-0. Мы уверены, пока лидируем в чемпионате Манчестер-Сити и Нью-Кассел. Как и Челс, имеют 34 очка в своем активе. У них по 10 побед, 4 ничьи и 3 поражения. Ну а у нас 15 побед. Одна ничья и одно поражение. Изобили мы больше остальных. И пропустили, пока ребята из первой пятерки меньше всех. У нас игра против Берлин. Давайте посмотрим на их стартовый состав. Вот так вот он выглядит. Есть усталость. Всего лишь одна победа за последние 5 игр. Коллинка у них травмирован. И давайте смотреть уже на состав нашей команды. Он выглядит следующим образом. Сегодня Антони Гарначо. Сегодня Мартинос и Варан у нас выходят в центре обороны. У Доджи Иван Бисака по краям. Ну и поехали. Варан попросился сегодня в старт. Вот многие ребята в комментариях спрашивали, как так получается, что никто не жалуется на игровое время. Постоянно, постоянно старайтесь выпускать разных игроков. Но невозможно одним составом отыграть. Неужели пенальти? Мне показалось, это было до штрафной. Но мы повтор посмотрим. Ну, от руки мяч летел вверх. Вот здесь опять начнут рассказывать мне, наверное, в комментариях про какую-то грудь. Про что-то еще. Давайте попробуем Бруно Фернандешем по низу хлопнуть в правый угол. Но что-то мне подсказывает, галкипер вытащит. Нет. Нет, ребята, не вытащил. Вот если бы в левой бахнули, то все было бы возможно. А так Бруно Фернандеш забивает уже с самого начала этого матча. Мы выходим вперед. И 1-0. После того, как нам поставили пенальти за Жогубаниту Варана, когда он там на плечах мяч раскручивал, я уже, знаете, любому пенальти не удивлюсь. И нас искусственный интеллект не спрашивает, хотели бы мы вы, чтобы пенальти, который только что был заработан, забили или нет. Нам забивают все. Это, ребята, Вирц. Он видит Хойлунда. И Хойлунд не успевает к мячу. Но мы сегодня обязаны выигрывать, потому что соперник снова не очень сильный. Немного побед у них есть, но... Как мы с вами уже не раз сталкивались, с такими оппонентами иногда бывает сложновато. Ну и вот здесь тоже штрафной мяч попадает в руку. Вирц извиняется перед Гарначо. Но тот понимает, что не Вирц виноват в этом эпизоде. Снова Вирц. Хойлунд. И Хойлунд бьет, ребята, выше. Вот он буквально с места лупит, как из пушки. Ему даже особо каких-то разбегов для удара не надо. У него прям летит. Летит мощно. Хлестко. Ну и штрафной. Штрафной все-таки заработали. Бруно Фернандеш. Он берет разбег. Он бьет поворотом. Попадает в лицо. Ренату Сантишу чуть-чуть бы посильнее. Может быть, и получилось бы забить. Антоним. Хороший выстрел. Но вратарь снова в порядке. А вот теперь попробуем навесить. Бруно Фернандеш. Подача. Хойлунд. Вратаря-то нету. А что там было? Ну вот здесь надо смотреть. Там была какая-то неразбериха в штрафной. Вратарь уже улетел. Я хотел за Ван Бисаку начать бить. Ну. Что-то тут странное. Вот тут я забивать не буду. Потому что в таком беспорядке. Это не просто. Вот один игрок выставляет руку. И мяч в нее попадает. Здесь мы забивать не будем. Просто вот лично для меня первый пенальти более очевидный, чем здесь. Здесь мяч откуда-то летел, скатывался. Игрок его не видел. Извините меня, когда вам подают штрафную. Вы должны играть аккуратнее. Но в комментариях снова найдутся ребята, которые начнут рассказывать, что там где-то что-то было прижато. Там был живот, а не рука. Была грудь. Самое забавное, что начинают всегда доказывать только те пенальти, которые я забиваю. А то, что, например, я не забиваю половину пенальти, которые назначают. Об этом вообще никто не упоминает. Там просто делают вид, что этого и не было. Вирс и Антони здесь на двоих разыграли. Это, ребята, гол. Это 2-0. Ну вот немножко такой, наверное, резкости, как у Вирса и Антони, не хватает Хойланду. Но зато эти ребята разыграли здорово. Забиваем второй и увеличиваем превосходство. Здесь Мартинос довольно жестко дал по ногам. Момент. И она нас спасает. Ну вот она в таких моментах, когда вот так вот близко расстреливают, очень часто здорово реагирует. Но почему-то в комментариях тоже его только хейтят. И никто не говорит, что этот парень классно играет. Посмотрите, какие сейвы. Постоянно начинает говорить, ну вот он что-то привозит у тебя слишком много. Ну давай его поменяем на старого Дехею. Вирс, Антони. Ну, здесь я, честно, ждал уже Хойланда. Хотелось забить из-за него. Антони, здорово на рывке, уходит. После этого рывка у него сил точно не будет. Хойлун, забить! Этот парень, ребята, не уходит без забитых. Ну хотя бы с такими соперниками так точно. Ну и стоит здесь отдать должное Антони. Он протащил мяч просто с середины поля. На двух рывках ушел от соперника. Ну а дальше нужно было только вкатить в ножку и у него это получилось. Ну и Хойлун здесь уже не промахивается. Это 3-0. Удар есть. Анана вытаскивает, а в подкате пытался Варан накрыть. Опасный розыгрыш. Анана, молодец. Снова перекрыл удар. Верц и Антони. Снова двоечку разыгрывают. Антони. Вот тут пас на Хойлун да не вышел. У нас готовятся замены. У нас выйдет Беван. У нас, ребята, выйдет. Ну какое нарушение. Ну Рэф, ну почему так долго? Беван и Кимих у нас возвращаются, друзья. У него 4 дня до восстановления. Но решил я дать ему сегодня немножко поиграть. Надеюсь, что травму это не усугубит. Беван, здорово. Качнул одного. Проходит дальше. Толстоват, конечно, парень. Ну что поделать. Пытается, пытается. У него такое странное просто странное строение тела. Кимих. Продавили его. Но Антона вытаскивает. 78-я минута. Подача в штрафную. Момент, удар и все-таки гол. Эти парни все-таки забивают. Ренату Санчеш. Колачивает мяч в сетку ворота Антоны. Но было достаточно сегодня моментов. А как говорится, рано или поздно. При таком количестве ударов мяч все же окажется в сетке. Но так и получилось. 3-1. Нас Деликт выходит на оставшиеся пять минут вместо Варана. Дадим ему немножко отдохнуть. У Бернель сегодня было больше нарушений. Но, в принципе, игра такая. Довольно спокойная. Не было много грязи. Бруно Фернандеш. Классно развернулся. А вот здесь я хотел на Хойлунда сыграть. Хойлунд сам мяч выгрызает. Гарначо. Беван. Кимик. И все. Победа 3-1. И три очка у нашей команды. У нас сейчас игра против Брэдфорда. Да, вот уже в следующей серии мы стартанем матчем против Арсенала. Который будет через два дня на третий. Поэтому сейчас нужно сыграть аккуратно. В эконом режиме. К сожалению, никого из наших игроков на игрока месяца не назначают. Там мы видим Родриго. Который очень классно вписался в игру Манчестер Сити. Ну и давайте посмотрим на состав соперника. Он выглядит следующим образом. 4-3-3. Три победы. Два поражения в последних пяти играх. А у нас сегодня есть тоже небольшие изменения. Кимик сегодня пока остается на скамеечке. Сегодня Деликт и Енасио в центре обороны. Ну и ребята, поехали. Ну и уже в следующей серии, скорее всего, мы узнаем соперника по Лиге Чемпионов. Хотя, может быть, еще и нет. Там все будет зависеть от того, сколько времени прошло. И когда начинаются матчи 1-8. Монетка брошена. Центрополя. Эту встречу начинают футболисты нашей команды. Мы приехали в гости к Брэдфорду. Ну и посмотрим на их гостеприимство. Казимира Вирц. Пока не доходит. Не до Антони. Не доходит он до мяч. Здесь Казимира просто сносит соперника. Антони начал почему-то к центру открываться. Вместо того, чтобы забежать по флангу. Здесь здорово. Ван Бесаку качнули. Я вам так скажу. Хозяева пока поинтереснее смотрятся, чем наша команда. У нас не все выходит. Молодец. Инасио. Ножку выставил. Вирц. Рядом Гарначо. Хойлунд пошел на забегание. А потом остановился. Но зато здесь протирается Хойлунд. И что? Штрафной в атаке. Судя по всему, да. Бруно Фернандеш. Берет разбег. Берет поворотом. И прямо из девятки, по-моему, мяч вылетает. А что здесь было? Был ли пенальти? Антони аплодирует. Хойлунд и Гарначо что-то выясняют у главного арбитра. Ну, тут в такой динамике я лично руки не видел. Ребята, может, какое-то касание было. Но забивать-то я не буду. Хоть мы и могли сейчас со штрафного положить. Но здесь забивать я точно не буду. Будем считать, что мяч просто улетел. Да, мы сейчас можем за это поплатиться. Потому что у игры частенько такое бывает. Знаете, когда ты не забиваешь. Соперник это чувствует и забивает в ответ. Гарначо. Игнасио пошел в атаку. Снова Гарначо. Здесь Хойлунду в живот попадает. Но, ребята, не было. Не было офсайда Антони. А вот здесь. Повлажки не нужны. Это 1-0. Это 26-ая минута. Нехороший гол Антони из-за пределов штрафной. Ну вот и дальние удары появляются. Третий гол Антони в 15 играх. Нам не нужны подачки в виде нелепых пенальти. Мы сможем забить ребята сами. Ну и Антони как раз сейчас это подтверждает. 28-ая минута. У нас 1-0. Наверное, Брэдфорду сейчас обидно. Они так классно атаковали. С самого начала. Здесь успевает снова Дматиас Делит. Выставил ножку. Так еще и угловой даже для соперника не заработал. Удар по воротам. А Нана вытаскивает. 43-я минута. Моментики есть у хозяев. Подача. Отбились Горначо. Он сейчас так получилось, что на другом фланге оказался. Его продавили. Держим, держим, держим соперника. Штанга. Могли сейчас в самом конце первого тайма футболисты Брэдфорда сравнять счет. Нам просто улыбнулась удача. Потому что, ну по-другому не сказать. Там Анана был уже отыгран. Мяч летел в дальний. Хойлон, Двирц. Передача на Бруно Фернандеша. А он играет на Горначо. И надо забивать Горначо. У нас замены. У нас выходят Малин, Рэшфорд и Кимих. Вместо Вирца. Вместо Антони. Вместо Горначо. Инасио. И снова Инасио. Опасно было. Кимих. Бруно Фернандеш. И хороший пас на Рэшфорд. Рэшфорд. Отсюда ударить. Ну прямо в центр. Кимих. Рэшфорд. Ну же. Ну вот и второй. Маркус Рэшфорд, ребята. Выходит и забивает. Потихонечку, мне кажется, у него какое-то понимание игры приходит. Он и в прошлой серии в Лиге Чемпионов забил. И сегодня вышел забил. А это, ребята, пенальти. Здесь, к сожалению, Матес Делик сбивает соперника. Арбитр без раздумий указывает на точку. Ну действительно, чуть-чуть поддали. Подтолкнули. У нас выходит Эриксон и выходит Фримпонг. Вместо Ван Бисаки. Вместо Казимира. Анана вытаскивает. Отлично. Анана красавец. Оставляет свои ворота пока в неприкосновенности. И здесь тоже момент опасный. Ну а дальше, к сожалению, все-таки гол. Все-таки, ребята, эти парни забивают. И здесь обидно. Бруно Фернандеш просто на штанге остался. Так бы было в сайт, ребята. И этот гол не был бы засчитан, но молодцы. Футболисты Брэдфорда все-таки додавили. Удар Хойлунда. Бруно Фернандеш. Подача. Момент. Это и Насе уже бил головой. Бруно Фернандеш резко разворачивался. Еще один угловой. Поштрафную. Хойлунд, ребята. Ну кто без забитых-то не уходит? Этот парень даже на 93-й нашел момент, чтобы забить. Я вот почему-то именно при розыгрыше этого углового подумал. Думаю, ну Хойлунд как-то головой вроде такой здоровый. Головой на угловых не очень здорово играет. Но вот тут подача пошла. Не успел выйти голкипер. И Хойлунд, ребята, забивает. Ну и все. Тут же звучит финальный свисток. Это победа 3-1. Это три очка в копилке. В следующей серии нас ждет трансферное окно. Нас ждет Арсенал. Вы поддержите видео своим лайком. Пишите комментарии. Подписывайтесь на канал. Ну а с вами был Локи. Всем спасибо. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok